Женя проявил небольшое неуважение Тебя уважаю и хочу того же Когда уже второй день при мне просто не снимает кепку Я ему говорю, сними кепку, сними кепку И вот проявление уважения произошло прямо на ваших глазах Привет! На самом деле я думал, что ты знаешь, как маленький такой гномик носишь котелок с монетками Только у тебя не котелок, а кепка А под ней монетки Но монетки вы сегодня потратили на что? Я тебя накормил, расскажи, как тебе? Если честно, Женя приготовил такой шикарный ужин Мы зашли на первом этаже у него тут в ЖК К мужику, который шоурум укрутит Дали ему денег и... Ура! Побегом! Ура! Побегом! Спасибо, Женя! Бро, никогда ничего не жалел Ребятки, приветствую вас Вы, может, его видели где-то вообще? Мы снимали раньше реакцию Но мы ругались же жестко Давай помиримся, может? О, супер Целуемся, может? Ну, давай Там конфликт-то прошел Да-да-да, конфликт прошел Так что, ребята, можете пока не задавать вопросы Да, не надо, пожалуйста Это очень нагружает У нас и так все натянуто Типа психологическое именно идет давление, понимаешь? То есть мы вроде бы как решили все наши терки, так называемые А... Помимо... Терки? Терки, так называемые Вот, а подписчики, они бомбят ЛС, СМС пишут О том, что... Да, номер же спалили, да А что? А где? А почему вы поругались? То есть все интересно, а мы уже как бы конфликт давно решили Конфликт решился, да? Конфликт решен, ребята Мы в Европе Извините, наш конфликт закончился И фит его amazing На самом деле, ребята, несмотря на замедление, пришли смотреть, увидев на обложке тебя, потом уже, конечно, меня Ребята, это... Вокал для ускорения Ютуба Ускоримся? Поехали Попробуем Не пил ли я какое-то время? Несколько недель не пил Чувствуешь, ускорение пошло? Да, я чувствую, что у меня начинает уже язык сразу заплетаться Я думаю, мы сейчас начнем так, типа Ребята, поэтому сегодня именно вы сможете... Ну, вот так вот, типа, как-то быстро... Не знаю, я немного уставший, потому что не выспался А почему не выспался? А я, ребята, вам расскажу Расскажи, пожалуйста Ильдарчик приехал ко мне вечером Мы беседовали, болтали на различные темы И в какой-то момент было принято решение поехать в грузинский ресторан, где были только мы вдвоем Мы выпили какое-то количество пивных алкогольных напитков Далее добились... По 100 грамм рома По 100 грамм рома Запили это все кока-колой, чтобы газики ускорили процесс поступления алкоголя Давай мы будем четко говорить Я выпил... Добрый кол Я выпил полтора бокала пива Женя выпил один бокал пива Ну там чуть-чуть еще 1,3 Да, 1,3 И по 100 грамм рома выпили И поехали домой Давай за это И выпьем Когда встречу вас с Женей, скажу честно, абсолютно никакого праздника живота не происходит То есть мы не едим в 3 утра Не бухаем Не пьем при съемках То есть у нас именно Вообще проблем с пищевым поведением Абсолютно не наблюдается Ни разу в жизни Да, ребят, я говорил, что я бросил курить И перестал про это говорить Я не курил... 19 дней Давайте просто, чтобы вас не обманывать У меня вот тут вот такая вот интересная штука Я обожаю, знаешь, эту тему Ребята, я бросаю курить Потом, ты знаешь, прошло там 2 недели, месяц-два А ты закурил? Кто-то справ... И кто-то... Так ты же сказал, ты не будешь курить! Спасибо! Да! Просто вот... А тебя не пьет вообще? Ну, закурил, и что дальше? Вот что это... Ну, тебя заставляет курить Или то же самое, знаешь Я вчера выложил кружок в Телеграме Ребят, подписывайтесь на наши Телеграмы Вот ссылочки Выложил кружок, как мы типа чокаемся пивом И люди... Вильдар, ты сказал, что ты сейчас не пьешь Ну, запил... Что? Я много чего говорю Я могу сказать, что я сегодня не буду сочлен чей-то Что это значит? Это ничего не значит Ну, короче, вы меня поняли Какая разница? Зачем вы так переживаете? В общем, сегодня с ребятами Это я, Женя и два бокала С ребятами Да, сегодня с ребятами мы будем смотреть шоу под названием... Как это? Опасная связи? Опасная связи Уточнение очень важное Сезон 10, выпуск 34 Мы посмотрели уже все сезоны Это именно с 10 сезона начинается Я никогда не забуду, как мы с тобой начали смотреть сериал College Со второго сезона Посмотрели одну серию И там все закончилось, кстати Но я посмотрел еще три сезона Да У меня потом преследовали вот эти вот Когда трудные подростки еще бля, я не знаю, год Тебе понравилось шоу само? Ши... 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 на 30 65 на 55 вот так что все 5 да нет нормально было но под конец уже как-то такси давай на типа 20 секунд помолчим просто подавать на видим вот это не надо просто вырезать просто молчим и все важно с на фоне смотрите мы будем на фоне молчать окей дима старается монтирует мы шутки шутим а вы там убирая часть будет ли нет 10 сезон выпуск 34 погнали это последний друг болисяги куртка если что я прям вот такой увидел сейчас хочу тоже себе взять но неплохо смотрится смотрится вообще суп от твои фиолетовые штанишки и т.д. я думаю что будет супер длд т.д. алексей сарафанов 30 сарафанов какие они фамилии работает веприем слесарь на производстве женат детей нет подозревает супругу светлану неверности я же честно я супругу не осуждаю было и было но он стильный ну во первых во первых он пришел в сарафане а во-вторых а во-вторых сейчас что-то мы увидим давай выпьем за ребят чтобы они не охлаждались очень сильно на улице потому что я думаю что снято это было с сарафановым раз седьмого да я думаю как в этом сериале там где этот врач говорил у нее воды отошли началась родильная деятельность да и ралаш алексей здрасте денис я жену свою в измене ты понимаешь что бюджет этих съемок скорее всего ну типа очень маленький или нет типа 20 тысяч рублей что мы можем точь-в-точь снимать стоять на люто серьезных щах находить людей да вот скажи просто вот пока вот мы снимаем как есть возможность что нас останавливает кроме лени нас останавливает 200 тысяч лайков под этому под этим роликом если они будем перебирать не давай ну 200 тысяч лайков мы снимаем сезон из 10 серий по типу опасных связей просто мы даем и даем не опасно ну приду свое название будет похоже очень да просто мы снимем такое же шоу 200 тысяч лайков на это видно просто этого никогда не случится потому что столько людей даже не посмотрит на этот ролик теперь давай попробуем 150 тысяч лайков давай 150 150 тысяч лайков мы снимаем 5 очень хороших серий где мы будем очень серьезно отыгрывать ведущих хорошо по 150 тысяч на будет 30 тысяч лайков не важно сколько у меня просмотров там 3 миллиона людям просто тяжело ставить лайки ребят секунда а у нас уже поднимается настроение у вас появляется новый контент секунда 10 пара подозреваю дело в том что мы забухали как-то раз систем он так накидался он забухал со своим тестем и он накидался и ну ты красава я не понял что устроил вечер откровений рассказал что светкина мать изменяет моя жена сынка такой ты тут причем этого чела лицо как будто мы сказали сфоткайся на обложку типа ты недовольный и он такой то есть знаешь понять на кого здесь похож он похож наверно на такого молодого хью джекмана кстати может быть есть напоминает собой да 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 а что светкина мать изменяет моя жена сынка такой ты тут причем а потом он говорит у вас то это передача называется опасные связи вы разоблачать а ты чего думаешь светка тебе не изменяет еще как изменяет уверенно сказал вы представить насколько им было впадлу сделать светокор здесь да да что меняется сразу картинка вообще в розы такая дичь то есть просто знаешь немножко теплоты добавить чтобы она была более такая похожа на ту да 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 светка тебе не изменяет еще как изменяет уверенно сказал вы спросили его с кем он говорит да он хоть соседом она у тебя не работает дома сидит а в другой день у нас теща в гостях сидят они со светками у них серьезные лица я не могу я думаю они думают об этом челе то же самое что мы типа шо он говорит вообще кто он такой давай покажем как мы будем вести себя когда мы будем снимать похоже на кепку давай к нам подошел чел ну и просто что-то наговаривает давай у тебя очень смешное лицо давай раз-два-три понятно дальше знаешь у нас будет суть передачи что мы всегда ходим с вином вот так всегда абсолютно да вот так мы знаешь типа идем навстречу такие да так рассказывай знаешь типа следующий кадр мы едем за рулем типа вот так вот так вот так рассказывай да я понимаю у нас много таких было клиентов все с завода поехали поехали в комнате шушукаются смеются а я и спросил про что рассуждаете она и говорит что они нашего соседа обсуждают а что за сосед то такое так рома его зовут молодой мужик живет один понятно но отношению не хотел бы про это говорит но все-таки я скажу что оказываю ей внимание она все время не дам просто метель у них эта камера крупняк этот крупняк она просто настроена баланс белого настроен а здесь по уху просто оставили как оставили все вообще лук и ты спортивки туфли и я сам сказал баленсиага его можно да ну ты хочешь сказать что так никогда не ходил я по-моему ходил когда не в школе ходит в шестом классе да да сто процентов ходил ей внимание она все время уже как-то от меня отходит вы про интимную часть не правильно я забыл про что сижу в кепке но мне понравился да ладно давайте разбираться потребуется ключи от вашей квартиры установим там виде наблюдения даете добро на это конечно жена вашего цепля вылетела мне полетели с ленки чуть-чуть чем ты занимаешься ну раньше она работала на твоем канале сейчас да я могу пять секунд буквально да а что да просто книжка в руке есть который я записываю шоу который я снял так как тебе количество но приятно очень много но приятно уже не просто на бусте уже не на бусте идет марафон ребята если что подписывайтесь просто 499 рублей за 30 роликов которые у вас будут лежать чтобы в любой момент могли посмотреть это очень много и очень дешево смотрите сами это как бы я вообще у Жени на самом деле на бусте ни одного ролика не пропускаю я подписался и вообще не жалею очень приятно спасибо но я стримы смотрю я понимаю это конечно на негативочек очень жестких бывают но все это жизнь понимаешь невозможно все время быть ты там без монтажа ты там да да я такой какой есть тут-то у нас каждое слово получается дороже второго во-первых а во-вторых это все монтаж то есть склейка потому что невозможно нормально разговаривать и дима просто каждое слово нарезает потому что между ними слова паразит но вот ролик у вас с его реком допустим с популярным блогером достаточно дали ли он где у тебя тоже на бусте вообще вот если вы хотите сейчас посмотреть ролик без монтажа то это выглядит так ребят типа короче ну прикольно типа вот да у нас много слов паразитов и там мы настоящий сестра в поликлинике а сейчас только думал занимается одна будьте на связи так вон до занимает даже не будет до свидания до рода не куда отработаем с ведущими пришел поддательки может просто переволновался немножко для храбрости взял стопочку слушай ну и что ты думаешь по наследству передается попочку для храбрости взял где на измен нет это не верю каждая ситуация уникальна и все ситуации всегда разные какие-то да особенно в этих шоу про измены в конце точно никогда не бывает измены работаем с утра будет совещание это все на капустина капустина 4 ребят прикинь знаешь типа ребят в общем я снимаю ролики на капустина 4 приходите платите 500 рублей каждый день люди просто сидишь вот так у тебя комп монитор и они сзади садятся и такие типа 200 человек просто сидят такие ну чё когда смотреть будем такой ну все поехали 200 нормально я умножил да я готов на капустина 4 ребят капустина 4 приваливайте я по будням там на следующий день началась работа по новому расследованию оперативники заняли наблюдательную позицию у подъезда дома и в голове сидят знаешь типа хороший капот кстати да кстати зазоров нет вот именно по производителю такой просто от зазоров нет супруги сарафановы это дежурная группа зафиксировали объект наблюдения геннадий сарафанов и ирина платьева это знаешь где работает сарафанова ну-ка на радио почему сарафанное радио своего рода сарафанова 28 лет временно не работает замужем детей нет наружка ведем объект группа без квартиру пиви дрон за ней летит кто вперед он принято принято спасибо светлана не работает никаких особенных интересов насколько нам известно у нее нет поэтому сейчас нет ни одного предположения куда и зачем она отправилась однако пока подозреваемые нет дома оперативники могут установить камеры как в квартире сарафановых так и на лестничной клетке это я через два месяца после марафона вот это вот да видишь круто на самом деле спасибо мне приятно вроде нормально дима проверяй пожалуйста нашу работу работа выполнена безупречно спасибо уходите отлично на следующий адрес всегда бы так светлана отправилась в магазин недалеко от дома любопытно что она купила там несколько банок пива и разных закона мне кажется вообще не любопытно просто немножко любит отдыхать что такое от дома любого просто знаешь типа ты открываешь магазин и называешь его брюки прикину сколько человек не заморачивался он такой типа я продаю брюки джинсы и какого вида какого-то рода штаны ну там еще он куртка визит но он такой брюки такой я фанат брюк мне прям очень нравится брюки руки в брюки получается давай так если мы открыли с тобой магазин с продуктами как бы назвали помидорчик сеньор помидор но такого же есть помидорчик не попытно что она купила там брюки реально с двух сторон был написан с одной стороны дома из другой блин исходя из количества можно предположить что она рассчитывала не только на себя я вышла из магазина жду тебя дома интересно кого она позвала в она прям пакет пива несет мне недавно попался в нельзя грамме рилз где в инстаграме римс даже мой дом в инстаграме мы в беларуси просто в инстаграме рилз попался и короче делать но сия две подруги и девочка закрывает глаза другой девочки такая сейчас проверим отгадает ли она пиво она подгадала 5 банок пива там типа охота балтика именно 7 то есть она пьет атака семерка балтика хунуху garden ладно его легко отгадать кроненбург тоже легко но вот эта охота оболонь какая-то тоже легко думаешь крепкая просто вообще пить невозможно хорошо вот допустим охота и балтика 9 ты определишь где охота где балтика 9 ну так не определю наверное но если я часто пил их то точно бы определил я например точно виски там какой-нибудь бушмиллс отличу от джеймисона там глиммаранж макаллан но если допустим вайлд тюрки это тоже поймешь вайлд тюрки это мой любимый виски это бурбон братик неважно в гости возможно это стереотип но пиво слушай а чем бурбон отличается от виски очень просто во-первых обожжен в дубовых бочках во вторых на 51 процент состоит из кукурузы какие вопросы имеешь ко мне в данный момент хорошо а остальные 49 процентов не из кукурузы видимо из каких-то других властей можно солод возможно солод отлично спасибо за прекрасный ответ евгений и сушеную рыбу больше любят мужчины а у меня просто есть между ног своя сушеная светлана не спеша дошла до своего дома однако заходить не стала остановилась у подъезда и выжрала все на лавке на 3 бутылки выпила за 4 минуты стала нести тяжелый пакет или же решила дождаться своего гостя на улице это все для мамули сушеной рыбой 9 банок пива мама такая короче дочь у меня день рождения завтра и такая что тебе подарить мам ну ты знаешь как обычно 9 охот крепких много денег потратил давай так за какую бы сумму ты выпил сейчас бутылку водки в соло ну вот русский стандарт водка 0 5 1 до вот прям вот так вот совершенно это я же я обжег горло или нет нет но она холодная была бы это не обжигает точно не знаю большая сумма ну миллион не я хотел сказать на 1040 я выпил нет чуть-чуть только нам с тобой поговорить посидеть привет скорее всего мы угорали про эти лайки но я понимаю что мы же это просто или легко можем снять и не раз в 100 это будет намного интереснее веселее это будет харизматичнее это сценарно будет намного лучше выглядеть 150 к вопрос только в этом но и низ ты понимаешь чем прикол из того что 20 процентов и зрителей отвалилась с ютуба но не в принципе лайки и не ставили грубо говоря то есть будет просмотров меньше и очевидно лайков и соберут никогда то есть факты и мы делаем ребят не спим переключаем камеры пешеходу можно отправить погреться спасибо мы тогда поменяем группу дайте квартиру есть сигнал чем ряда так просто с это вообще пеец приехал бы в минск и с кириллом бы сняли за да 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 каждый день по серии просто снимали бы все да отлично стереотипы нас подвели к нашей подозреваемой пришел не мужчина а родная мама а тряпка и сидит выжидают вот это я довольный был а чё ты снял-то жарко жарко поэтому жарко который мы уже наслышаны что она якобы изменяет своему супругу отцу светланы что скажи в словах что ты сказал чё я говорю давай еще если не сложно знаете чё он сказал ребят щас кань будет ну давай какую пакость ты на этот раз скажешь ну он мне такое на ушко говорит щас заходит в квартиру и свои ножницы будет делать вот первое что тебе на ум пришло то есть бренди покажешь кадр ну покажи бренди все спрашивают миссис пимпл у родителей если что ребят бренди смотрите это якубович якубович привет привет бэндон он прикольный такой можно погладить обранье конечно привет блин смотрите он заблевает меня тоже люблю это люблю это привет брен а ты губы не даешь ему лизать а почему ну на всякий случай а яйца бренди прикольный такой да короче вот женина собака мне нравится если честно она прикольная она маленькая такая интересненькая то есть я собак не очень сильно люблю вы знаете пока там больше но это прикольная такая прям вообще кучеря линка и такая интересная да он такой прям плюшевый еще весит 0 килограмм кстати весит 2900 ой привет хороший пёс и он облизывается ты уже не боишься дедушку или даже дедушку именно он меня набоялся когда я приехал ну все ладно же не понимаю ты можешь два года так делать больше да отнеси его пусть просто тут будет блонды и куколды да есть такая поговорка что яблоко от яблоньки недалеко падает но вот насколько она правдива это нам и предстоит вы что а лед сейчас принесут еще не такие смешные шутки говорит он такой хороший всегда в эскадре а мне на ушко то нашептывает разные гадости ребята просто поверьте он еще тот пошляк он еще тот пошляпка по шляпка будет также доступна в подписке на бусти она стоит чуть дороже чем обычная подписка но за по шляпку если платить это ребят поверьте вы не разочаруетесь и все это на капусте на 4 на капусте на 4 а также у нас есть гимн шляпка 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 пошляпка шляпка пошляпка шляпка да это семья сарафановых вас вызывают прокуратуру вы использовали нелегальные сарафаны на свои ладно и ножницы ну чё следим за общением женщин окей я думал там что-то интересное какие они не короче достают двусторонняя драгон дилда и просто на кровать именно драгон дилда ну ты понимаешь откуда ты знаешь название что они именно драгон называется только по чесноку ну ты не профи я закурю в кадре давай ты можешь тогда мне мою удутку принести из зала кстати курил три месяца ребята но уже три месяца и курю нет просто драгон дилда вообще этим женщинам можно только позавидовать они неплохо устроились пока у большинства людей самый разгар рабочего дня светлана и ее мать собираются пить пиво на уютной кухне а кухня это действительно уютная а как вот интересно определяется уютность кухни то есть какие-то критерии уютности я думаю что типа наполнено чем-то неважно чем уже уютно а то есть типа если просто белый там стол стоит не уютно вот белая стена уюта нет я будто в больницу пришла а вот если там ковер да это вычур на себя это супер понимаю но у тебя же вот на кухне очень много всего всякие ковры я шторами еще стены завесил там где посуды у меня даже на посуду по стене у тебя же не скотч прилетел я же на серванте есть какие-то занавески и магнит ну просто промышленный повесил из египта чтобы просто дом соседний притягивать к себе кстати не хочешь египет поехать в египет поехали а ты был в египте там красное море там очень красивое синее там море вообще-то там очень много акул они убивают людей постоянно в египте кстати в день умирают около 6000 человек именно из-за крови в море красный поэтому называется красная моли кружки именно для чая чтобы не политься при маме что она пиво пьет конечно конечно а что это за пиво кстати хигул хигул это больше похоже вообще на какой-то лимонад или оценил мою шутку что она взяла не пивные кружки чтобы не политься что это смешная шутка она с мамой пиво пьет я боюсь супер это явно для мамы а не для себя как бы кровь какие-то ты вообще ты прям не умеешь теперь понимаю зачем нужны дети просто отправил дочку за пивом или псына он приносит и начинаешь сына сына это у тебя про сына иди сюда это бренди это бренди у тебя псына 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 или по-украински псина это наверно псына будет дальнейшее наблюдение показало что эти посиделки случились не от хорошей жизни мать подозреваемой стала жаловаться дочери на бьется ой не знаю ходить или выгнать его типа бить меня перестал я не знаю как-то за 20 лет уже привыкла и уже не хочется как по-другому да у него типа сил нету горит после работы я говорю ну у меня хотя бы кулаком в лицо нет не буду что это совсем так я уже усына можно только посочувствовать светлане но и семейка ей досталось кажется оба родителя несчастливы друг с другом и как же ей самой построить счастливую крепкую и верную семью с мужем если у нее нет подобного примера в жизни она знаешь надо ориентироваться на родителей они на свой собственный опыт когда ты взрослый совершеннолетний человек а если у родителей так то следствия точно у тебя будет так же то есть типа если твой батя например героиновый наркоман то примера у тебя другого не было соответственно ты на него ориентируешься и где-то с 6 до 8 лет начинаешь употреблять героин и ищешь себе такого же да отца парня точнее нормальная логика да хорошо что у меня мама была видеоблогером хоть нормальный пример наша команда ведет наблюдение за светланой сарафановой по просьбе и из у нас выгодная стримила да она как раз значит 1951 года рождения на до стриминку только зарождался она еще на джастин тв тогда стримила она же этот есть батя это вилон и есть мать матери фри мать когда когда и блокирует супруга алик у нас настолько зрение что вот так читаем на коментом так ориентируюсь у меня 600к монитор немного слетела сия сейчас у женщины в гостях находится ее мать они выпивают и беседуют о жизни ты-то как сама сколько еще будет показывать как они просто жрут пойло на кухне знаешь типа 5 минут просто потом следующий кадр знаешь как у меня квадрокоптер залетает в горлышко пиво и такой наш делать про и пролетку так стоп ребята секундочку подождите-ка подождите не спешите не торопитесь я хочу вам напомнить что у меня есть рутью в канал на который вы можете подписаться по ссылочке в описании там прямо сейчас вышел уникальный обзор на шоу свидание с прицепом суть шоу в том что ребенок какой-либо звезды которая находится в разводе помогает найти этому человеку пару выпуске который я смотрел там один телеведущий его дочка помогает найти ему девчонку очень противоречивый выпуск меня была куча эмоций мне нужны ваши комментарии ваши просмотры лайки и подписки пожалуйста я вас очень там что ссылочка в описании переходите мои дорогие любимые красивые продолжаем смотреть вот ищешь нет да да по специальности конечно молодец да вот и все общение мать волнует только ищет ли ее дочь работу да это этот интерес больше формальный как будто надо что-то спросить а не только жаловаться на свою несчастную судьбу внимание они собираются уходить мы могли бы узнать еще много чего интересного про обеих женщин однако беседу прервал телефонный звонку ой подожди мы могли бы узнать еще много чего интересного про обеих женщин 1 спасибо как и беседу прервал телефонный звонку ой подожди да чё прям сейчас что надо ладно сейчас приду сейчас отойду полчасика дождешь здесь нет нам показалось что все эти бесконечные жал мышка наружка вы готовы потом надо такая маленькая короче мышка именно у него микрокамера наружка так что я думаю куда ты его вставишь ну типа наружка вы готовы а все мышка наружка извиняюсь за небыстрое реагирование но когда мы с тобой снимем после как лайки поставят когда в жизни не соберется ребят так стыдно человек для вас снимает 10 лет 10 не хочу на сколько лет неважно все даже не хочу в этом говорить было бы светлане в тягость однако она настояла чтобы мама осталась и дождалась ее возвращение интересно что же это за срочное дело почему его нельзя отложить куда и кому пойдет наша подозреваемая одевается пешехода определили да будет андрюха андрюха иди за светланой а за квартиры приглядываем в дежурном режиме можно сразу какие-то я буду идеи давай для будущего шоу давай наш смотрящий с тобой у нас по-любому же будет собой два-три человека который типа мобильная группа одного из них будут звать тихо почему я хочу чтобы ты брал реакцию так тихом проверь пешехода да и давай тогда тихом и мехася будет михать на мехася где там на углу нормально и надо еще девчонку взять в оперативную группу надя или дуня дуне можно надо надя надька лучше надька 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 ты где надька такая знаешь в латексе из кустов светлана вышла из дома за ней последовал наш оператив помню что на сс светлана сарафанова сс тем временем в квартире сарафановых гостья нашла себе любопытное развлечение опытное платье оно было на сарафан откуда у нее она у 7 сарафанов интересно куда запинающийся сегодня паренек такой она решила устроить осмотр шкафов и полок интересно если бы дочка знала чем сейчас занята ее мать стала бы она оставлять ее одну у себя дома мама светлана сарафанова решила насрать на кровать для того чтобы устроить небольшой пранк дочери как же она на это отреагирует давайте увидим мама спряталась шкаф и тихо выжидает по дату сценарий придумали наш пока пока я не исправляюсь же я переживаю с опытом приходит тихом поможем наше подозреваемое кажется немного схитрила хоть она и спешит но все равно явно не успеет за полчаса сходить по своему срочному делу и вернуться домой короче этот барыга просто координаты скинут там под козырьком посмотри а либо два сына прикопов да хорошо посмотреть что телепередачу услышал окна молодой человек а вы что за мной ходите познакомиться хотите девушка я шпион заходите он на задание не мешайте пожалуйста посмотри на него я шпион на задание да не внимательность и неаккуратность оперативника к сожалению привели к тому что дальнейшее наблюдение придется вести с более далекого расстояния чтобы больше не привлекать к себе внимание и в целом лучше бы всегда вели стакана сливаемый светлана зашла в подъезд жилого дома вопросы к кому и зачем она идет пока остаются без ответа а про дистанцию постоянно на летучке говорят тем временем в квартире сарафановых мать светланы продолжает копаться вещах и бумагах дочери ребят кто там здесь в итоге муж будет изменять с мамой не прикинь светлана с мамой это будет круто типа она вернулась из мамы сейчас но она пошла за игрушками для того чтобы понимать и тут какой-то парень трется у подъезда не знаем его да я понял трется вот тогда в дверь абсолютно адекватный парень да кто не слышно ничего мать светланы не поняла кто и зачем пришел но дверь тем не менее зачем-то открыла похоже вопрос о безопасности и и не слишком волнует туда не слышу ничего открыл я валентин чё тебе надо чё тебе надо диалог супер я валентин чё тебе надо ну от вас ничего валентин вот дебил ладно смотрим дальше нет ребят расходуем ресурсы эффективно там именно знаешь определенное количество ресурсов они добыли 150 дерева 60 воды и он такой так нам надо еще казарму построить колодец и также шахту угольную по этому исходу расходуем ресурсы эффективно нравится что этот валентин это вообще неважная фигура просто чел поломился дверь на него ресурсы не на него на самом деле не рассчитывали просто во время съемок пришел чел такой-то приятно как скажешь спасибо кажется валентин шел к сарафановым целенаправленно вряд ли он ошибся адресом интересно кого он хотел застать дома светлану или ее мужа наше подозреваемое провела в незнакомом нам доме около 20 минут и снова появилась что они снимали все рядом с одним домом потому что там эта тачка с зазорами просто одна локация весь сюжет воду локация снят все поле нашего зрения так надеюсь теперь не андрея работает по ней видео ногами работаем спасибо слушай да я к морянке ходила укол ей ставила ой но мне сейчас некогда давай потом мне мама к дому что идеальная передача звука да максимально идеальная но все нормально она медсестрой подрабатывает срочное дело объяснилось легко и просто какой-то маринке он причем еще знаешь типа идет на таком расстоянии и у него специальные сапоги подковы на ногах чтобы наш звук такой был такой конь понадобилась профессиональная медицинская помощь похоже светлана отзывчивый человек может быть даже слишком ставить на первое место интересы других для нее привычное дело подозреваемая вернулась домой еще немного поболтала с матерью потом проводила ее до остановки больше в этот день ничего представляющего интерес для нашего расследования не происходило подозреваемая наша подозреваемая проводит его дома занимается разными делами никаких особых звонков и какими хотя я думал он скажет список и встреч икры накаченные она какого-то сейчас взлетит по-моему она выходит из квартиры посмотрела в глазок до этого не одетая уже стоит и такая привет как ты и просто начинает сама с собой разговаривать это был бы интересный сюжет и поворот да но такие себе у меня сегодня нормально нормально в тапках в соседнюю квартиру идет что делать то будем наблюдать как обычно сейчас светлана снимает показания счетчиков однако до этого ее явно интересовало что происходит в квартире напротив уж не там ли живет сосед Роман в связи с которым подозревает женщину ее муж в этот момент резко просто вылазит как Романов из этой будки трансформаторной вы просто привет о привет внимание Дим прием тут Валентин который вчера приходил подходит к подъезду принял ребят чекните звук на всякий случай из квартиры как пишется со звуком все четко на горизонте появился уже знакомый нам Валентин при чем вот эта вот походка ну он прям ну грозно покажи ребята я уже иду к вам знаешь хоть как солдаты в родалерте просто ой ужас причем примерно в то же самое время что и вчера ну что же сегодня он застанет дома светлану и возможно нам станет известно кто он и что ему нужно так ну смотрим что их связывает надо у нее икры прям раскачаны жестко ну она как будто бы занималась какой-то атлетикой или чем-то мы не знаем ждала ли наша подозреваемая гостя или нет однако этот визит ее не удивил продолжаем наблюдение а слушай дело такое у тебя есть пару косарей взаймы у меня нет у тебя есть пару косарей взаймы сколько тебе надо 1500 поговорим после каши после съемок ну ты можешь иду Лешу блин слушай у тебя есть у тебя есть у тебя есть у тебя есть после того как его спугнула мать светланы неужели не пил и ждал сегодняшнего дня какой-то нищепрот район типа бывшего одноклассника это за тебя она кстати с ним пьет это теплое пиво со стола нормально и делай потом так жигулевское не считается хорошо ну ты прям просто прям так в тупую да вот так Светлана демонстрирует просто поразительную любовь к ближнему своему хочется сказать поразительно извращенную привет Дэн уж не знаю в генах дело или нет но Светлана изменяет мужу любовника зовут Валентин ничего про него не знаем но заявитель наш скорее всего его знает возможно он видел его на ютубе велосоком тебе что-нибудь говори да звони сообщай видео если надо отправлю если нет то вместе там статистика в графиках отображается не это звук понимаешь звуковые волны третьим покажем давай ага да ребят фиксируйте с соседом поймали но не соседом некто Валентин появился есть доказательства конечно есть куда без них так это ж местный колякщик аныга угу то и дело приходит то пожрать дать то денег то что Светка в нем нашла вот и у нас такой же вопрос и наверное только Светка и может ответить на него вообще он еще у вас развлекает ее чего развлекает если поторопимся может застанем человек-то творческий оказался его походка я не знаю у Валентины какие-то явно проблемы с выбором мужчины может быть у нее батя зэк какой-то зэк который работал на заводе здесь получается мужик работает на заводе а там зэк там прям мужичелла такая трахуем друг друга мужчина как-то настроен серьезно это я каждое утро перед зеркалом точно так же выгляжу если честно просто один в один ну у меня здесь такое происходит внутри конечно полный капец там как ты так ходишь по спальню потом такой ладно пойду сфоткать похуй да так и есть фрик парад ну спорт нынче наше все как говорится вот на эту соню тоже картинка будет ебнутая она прям надеюсь ее вставят да она светосильная прям жесткая сходи блин я такая думала ты сколько на нее влогов снял? идите внутрь видео у вас в квартире уже дверь открыта опа что это за фигня ах ты эй Алексей я один пришел в квартире установлена скрытая камера я тебя сейчас ваш муж видел чем вы занимаетесь здесь с Валентином в квартире установлена экспертная камера и наши эксперты выставляли вам оценки за секс давайте послушаем и там знаешь типа три четыре шесть и в конце запозинг пять наверное знаете Светлана замужем давай давай не пиджи не пиджи не троши да ты такая же проседутка как твоя мать баба моя не дожь он начал сразу же бить парня в чем виноват парень вообще ни в чем вообще ни в чем кто главный виновник может быть он просто виноват в том что у него позирование было не очень хорошо поставлено ну просто если завидуешь нехер на парня идти раскачайся сам виновата в первую очередь твоя девушка она отпустила в жизнь вот этого огромного ПК никак не тренировки Валентин а вы куда побежали и мы работаем а что не хотите ничего рассказать кому ну нам хотя бы расскажите как бы хотели изложить за такой да у меня все прекрасно ты то с кем связалась то скажи так мне актер на 140 из 10 он прям по-моему надо такого найти вот этого мужика пригласить еще просто я хочу чтобы он был слушай а что или это очень тяжело если мы отснимем это шоу но во всех ролях всех людей будем только мы ну не издевает вас тобой ммм я просто готов вообще одну серию можно я готов нормально а он пожрать иди не постоянно у меня бросит за руку у него пиздец это я такого актера еще не видел никогда ахренного подготовьтесь не то что у тебя подготовьтесь жеесть это ужас я поел попил я свободный человек художник а то есть вы так творите просто никому ничего не должны свободное общество а если вы никому ничего не должны пожалуйста я пожалуй пойду идите конечно не держим ну старайтесь на флексе а что да в чем он что пришел по трассе похавал поел его попозировал пошел куда дальше попозировал хотя бы не знаю свободно что ли находить а то видите какие есть мужья могут не оценить вашего творчества до свидули до свидули до свидули куда ты пошла иди сюда не хочу только разговаривать больше наш разговор наш разговор этот момент сейчас такой смотришь что я сказал смотришь что я сказал смотришь а потом вот так вот начнем делать это было лишнее да не нормально не было хорошо я уеду уеду на вахту и завтра я уеду я уеду на вахту нахрен бля это худший актер который увидел своей жизнью, это ужас. Кажется, что это идеально похоже на голос Майами. Да, кстати, реально. Послушайте, ребята. Вот тебе деньги. Почему-то вообще за меня замуж вышла. Давайте мы как-то не будем уже присутствовать перед вашим разговором. Стойте, отвезите меня к другу. В общем, есть будущее, я думаю, в большом кинематографе. Да, я тоже думаю, что в Голливуде его прямо ждет. С руками и ногами. Сейчас будут переснимать однажды в Голливуде. Он, наверное, вместо Леонард Ди Каприо будет сниматься. Но он хорошо держится, реально. Однажды в Голливуде Ди Каприо не снимался, по-моему. Там снимался Брэд Пит. И Пит Брэд, по-моему. Давайте, да, вам лучше сейчас действительно уехать. В этом вы точно правы. Сейчас с вашей женой и попробуем устроить небольшой Трисом. Все, поехали. Трисом? Я только сейчас понял. Услышал. Светлана, давайте поговорим. Да что вы, запелись. Смотрите, жизнь на этом не заканчивается. Бибисит, Трисом, а мать. Так или иначе. Поехали. Вам здесь лучше не оставаться. Нет, Кирилл, все нормально. Спасибо. Денис поработает с клиентом. У бибисита бибиситер типа. Уходим, оставляем вас здесь. Группу, покидаем квартиру. Принято. Стоп. Алексей подал на развод. Приятно, скажем так. Я имею ввиду какой-то кальян, либо же какая-то может быть. Либо какой-либо минет. Ладно. Ну что ж, продолжение уже не на канале, кстати, будет. По ссылке в описании. Да, мы сейчас сразу будем снимать мне. Спасибо, прикольный. Даже с какой-то точки зрения познавательный контент посмотрели. Да, мы прям именно разобрались во всем. У нас было столько вопросов до шоу, а сейчас все понятно. Тебе спасибо за участие. Тебе спасибо за приглашение за этот стол. Спасибо за то, что так меня встретил. Накормил, напоил. И, в принципе, за твое хорошее, приятное отношение как к собакам, так и к людям. Приятно слышать. Давай еще раз. Давай. Увидимся послезавтра. Спасибо, ребят. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok